Правительство по отношению к блокаде, по отношению к тарифам, по отношению к коррупции, которая есть в Уриде, стало причиной того, что мы зарегистрировали поставление про отставку премьер-министра Гойсмана, которая была каким-то непонятным нам образом, сначала зарегистрирована, а потом она исчезла с сайта Верховной Рады. И это все следствие некомпетентной политики еще и предыдущего правительства. Я как человек, профессионально занимающийся энергоэффективностью, вот моя коллега Алена Вабак из Самопомничи может подтвердить, что мы приходили даже на Кабмин, на бюджетную политику, и мы говорили премьер-министру Гойсману, мы в оппозиции, но мы вас просим, выделите больше денег на энергоэффективность. У вас сейчас есть единственная программа, теплые кредиты. Хорошая она, плохая, ну хоть что-то работает. Выделите больше. В этом году выделили 400 миллионов на теплые кредиты. Это двухмесячная потребность. То есть люди с такими вот огромными тарифами тратят свои деньги на то, чтобы окна поставить, котлы. Им государство чуть-чуть компенсирует, там, 20, 30, 50 процентов. Выделите деньги. Вы делаете 50 миллиардов субсидий. Один миллиард хотя бы, дайте больше на энергоэффективность. Этого нет. Дальше. Энергетическая стратегия до 2035 года, концепция, которая была представлена этим правительством. Ну, все эксперты говорят. В этой стратегии написано, давайте за 10 лет мы еще будем использовать уголь, там, генерацию, в экологию не будем вкладывать. А потом у нас уже не будет, а дальше посмотрим. Дальше уже будем думать, как внедрять новые технологии, как развивать альтернативные источники энергии. Некомпетентность и непрофессионализм говорит о том, что те сложные вопросы, которые заданы на оккупированной территории, на них надо давать сложные ответы и не просто коммуницировать, как говорил господин Тука, потому что коммуникация, это когда у тебя есть решение, и ты его доносишь. А иногда уряд говорит, мы не смогли правильно скоммуницировать людей, потому что нечего коммуницировать, нету реформ, нету предложений к людям. А если нету, если есть вакуум, это как ружье, которое висит на стене.